Всем респект, братва! С вами Радио 1002 с Гигабайт, и под моим предыдущим видео, под эмо-версией игры Смута, мне выкатили справедливую претензию. Ну, на самом деле, там было много претензий. Мол, и музыка какая-то всрата, и правильно говорить вообще-то скоморох, а не скромох. И для начала я быстренько отвечу на эти две претензии. Насчёт музла я вас понял, простите меня, пожалуйста. Я думал, громкости в минус 22 дБ хватит, чтобы вы слушали то, что я говорю, а не музыку. Ну, видимо, не хватило. Буду делать её ещё тише и выбирать что-то максимально нейтральное. Ну, вот такое, например. Вот это громко, а вот это чисто громкая музыка. Понимаете, там тихо было, я не знаю, о чём вы там слушаете. Ладно, 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 не страдайте. Будет вот это. Ну и насчёт скромохов. Ну, бляха-муха, ребята, я утром, больной, записывал видео, уж оговориться мне нельзя. Да, даже два раза. Я понимаю, что это много, но это, тем не менее, это оговорка. Да и вообще, не я один такой дурачок в интернете. Вон сколько нас, любителей скромохов. Так что отстаньте от меня, пожалуйста. Но кроме всего этого, была ещё и одна претензия, настолько серьёзная, что я решил аж ответить на неё вот этим небольшим видео. Ведь оказывается, в демо-версии с мутой всё-таки есть возможность испытать боёвку. И то, что я это не осветил в своём видео, это просто страшная ошибка. Поэтому я исправляюсь и сейчас я вам расскажу про боевую систему игры с мутой. По крайней мере, в том виде, в каком она присутствует в демо-версии игры. Это видео, собственно, будет таким дополнением к моему предыдущему видосу. Кстати, если его не смотрели, обязательно посмотрите. Ну и быстренько, как всегда перед стартом, подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на твич, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот это всё. Кто не подписался, тот смутьян. А мы начинаем. Погнали. На самом деле, этот ролик должен быть гораздо короче. Ну вот, примерно таким. Боевая система смуты — говно. Да уж, кто бы сомневался. Но, к моему и вашему великому сожалению, Ютуб не любит, когда ты просто берёшь и говоришь всё как есть. И вот, на тебе, подписывайтесь, лайки. Нет, ребята. Так что не надо меня обвинять, что я тут воду лью. Я, между прочим, заложник обстоятельств. Лучше меня пожалейте. Поэтому давайте всё же разбирать боевую систему смуты подробнее. Ну, настолько, насколько это вообще возможно. Ну, для начала я хотел бы показать вам боевую систему Ведьмака, которая, по словам создателей смуты, просто ужасная. И они точно сделают лучше. Вот, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь давайте посмотрим на боевую систему, собственно, смуты. И думаю, в целом, во всё, конечно, понятно. Но я всё же объясню, почему боёвка смуты полная херня. И она не просто хуже, чем в Ведьмаке. Она будет одной из самых слабых сторон игры. Есть кому интересно, чтобы эту боёвку испытать, нужно сначала прослушать все исторические справки в домоверсии, сдать экзамен. И как высшую награду Клим Саныч предложит нам помахаться, как настоящий пацан. На словах-то все герои, а когда дело доходит, многие по кустам разбегаются. Как говорится, на словах-то милославский Юрий, а на деле пищу дротишь на фурии. В демке нам доступны всего две стойки, как называют сами разработчики. А по факту это два вида оружия. Меч со щитом и копьё. Кроме того, у нашего главного героя есть пистолет. Против нас выступает сам Клин Саныч с Элибардой. И я справедливости ради всё же скажу, что над боёвкой, ну, поработали. Со времён предыдущих роликов, по крайней мере. И даже версии, в которой играла Алина Рин. Нет, боёвка всё ещё херня полнейшая. Но прогресс, по сравнению с первыми роликами, виден. Как минимум, в ней явно улучшили импакт. Просто тут дело в том, что никакой прогресс этой боёвке не поможет. Она плоха сама по себе. Моё мнение, разработчикам просто надо было брать за основу то, что уже давно работает, какой-нибудь там соуз лайк или что-то подобное. А не пытаться изобрести велосипед, выставляя себя знатоками своего дела, когда по факту вы нихрена не умеете. С Ghost of Tsushima, которым разработчики вдохновлялись по их словам, боёвка тоже не имеет ничего общего. Давайте я просто расскажу вам, почему всё так плохо. Для начала боёвка, естественно, не готова технически. В демке она почему-то некорректно работает на геймпаде, например. Как и не пытался по подсказкам активировать дэш в сторону и удар ногой, у меня так ничего и не получилось. Пока я не перешёл на клавиатуру, я думал, что это вообще не работает. Поэтому если вдруг вы захотите в демке протестировать боёвку, играйте на клавиатуре. Смута в целом очень плохо играется на геймпаде, знаете это. Дарья, походу в игре нету сильного и слабого удара, потому что я нажимал и на курок, и на бампер, и никакой разницы в ударах я так и не заметил. Это один и тот же удар. То есть для того, чтобы драться, тебе надо просто кликать постоянно на одну кнопочку, и из ударов будет складываться комбо. Очень интересно. Я думаю, на самом деле расчёт тут был на тайминге, но это совсем не работает. По одной очень простой причине. Управление героем во время боёв максимально неотзывчивое. Если в момент обычного путешествия оно как раз очень неплохое, то здесь прям реально всё плохо. Он как будто бы покушал в Макдональдсе, причём чего-то такого, от чего очень сильно захотел какать. И вот обожер-то и с сильным желанием посерить пошёл драться. Удар героя максимально неспешный, дэш слабый, играется это всё абсолютно нединамично. Стамина вроде бы в боёвке есть, но её не видно, отображения нету. Просто иногда твой герой отказывается что-то делать, когда ты жмёшь на кнопки. Это просто отвратительно, это фрустрирует, раздражает. И нет, я сейчас говорю не про псевдо-скиллы, вот эти типа дэш или удар ногой, типа у них есть кулдаун, вот они реагируют, нет. Я про то, что игрой иногда просто, ну, не хочет, например, бить в ответ. И нет, ребята, это не типа, ну ты просто казуал, играть нихрена не умеешь, а теперь ты ноешь. Делать боёвку сложной, потому что она кривая, и это не то же самое, что и сложное в освоении, комплексная боёвка. Не стоит путать хардкор и халтуру. Давайте дальше, что же ещё меня смутило? В игре есть удар ногой, и он абсолютно бесполезен. У меня всего один раз получилось сбить им Саныча. И то ненадолго. Это не дало мне почти никакого преимущества, а вот, кстати, у Саныча это получалось постоянно. А я же прям поставил себе целью попасть по нему ногой хоть один раз. И у меня это получилось только через пару минут, постоянных попыток. Этот удар совершенно бесполезен, в нём нету никакого смысла. Им сложно попасть по врагу, который прям мастерски постоянно от него уворачивается. Даже когда я пытался подгадать время и попасть во время замаха оружием, типа сбить атаку, он всё равно от него уходил. А когда я всё-таки попал, это почти ничего мне не дало, так и нахрена он вообще нужен. Зато в игре есть пистолет, и вот от него пользы намного больше. Более того, я скажу, что от пистолета пользы больше, чем и от меча и от копья. Я вообще думаю, что самый лучший способ тут сражаться, это бегать по кругу от врага, ждать пока пройдёт кулдаун пистолета и стрелять в него, не очень понимая, почему пистолет не ваншотит в такой исторически верной вроде бы игре. Это бы облегчило Даши с вами муки значительно. Я думаю, пистолет задумался изначально как аналог пистолета из Bloodborne, типа чтобы прервать атаки, но всё упирается в очень медленную анимацию. Поэтому нормально его использовать можно только как дополнительное оружие, чтобы снимать врагу ХП. А теперь давайте поговорим насчёт основного оружия и, собственно говоря, вот этих вот стойк. Я понимаю, может в полноценной игре будут какие-то имбовые стойки, которые будут хорошо играться, но вот это убожество, что есть в демке, это просто трындец. Для начала меч и щит. Ещё от меча хоть какая-то польза есть, им иногда можно, например, попасть по врагу. Но вот щит тут совершенно бесполезен, так как кнопки блока в игре нету. Поначалу я вообще не понимал, зачем мне этот щит, но в итоге понял, в игре есть какая-то пародия на парирование. Для неё надо нажать кнопку дэша и назад во время удара врага. И тогда щит применяется. По сути, это просто такой дэш, когда ты во время дэша используешь щит. Но при этом твой враг особо не страдает от подобного парирования. Смысла в нём тоже крайне мало, учитывая, что исполнить его достаточно непросто. Копьё же сильно лучше ситуацию с боёвкой не делает, оно тоже играется абсолютно убого. Я думал, что у него будет сильно увеличена дальность атаки, например, но как-то я этого не заметил. Может и есть там какой-то миллиметр, но вообще не ощущается в игре. И вообще, в принципе, копьё играется, ну, примерно так же, как и меч со щитом, как будто это просто скин на боёвку, а не другая игровая механика. У меня, кстати, были подобные подозрения, что вот боёвка будет так сделана, когда разработчики заявили, что они за предзаказ будут давать там дополнительную стойку, да. То есть это как будто бы они выдают какую-то косметику. Вот я подумал, может быть, все эти стойки, они на самом деле являются ничем иным, как просто внешним отображением боёвки, а сама суть боёвки не меняется. И вот здесь такое ощущение, что при смене как бы оружия игровая механика остаётся такой же. Те же атаки, тот же дэш, тот же парирование при дэше назад. Почти никакой разницы ты не чувствуешь. И вот мне интересно, все ли стойки, которые будут потом в полной игре, будут ощущаться такими же одинаковыми. Погнали дальше. В игре есть захват цели. Ну, я думаю, он нужен только исключительно при драке с несколькими противниками, а при схватке один на один он особой роли не играет. При этом боёвка остаётся крайне неудобной и душной даже в дуэлях. Как она будет играться, если противника будет хотя бы на одного больше, я себе, если честно, боюсь просто представить. Это будет просто фестиваль фрустрации, духоты и уныния. Даже один противник может тебя тупо спамить атаками, пока ты не помрёшь. Потому как наш герой реагирует на удары так, будто ему лет 80, и завтра он без всяких там схваток с врагами помрёт сам. И пока он очухивается от удара, часто успевают прилететь второй и третий. При всём этом, твои подобные спамовые атаки у врага легко получается прервать ударом ноги. Напоминаю, что я так и не смог прервать комбарь Саныча ни разу, ни пистолетом, ни ногой. Герой просто не реагировал, когда я нажимал кнопки. И пока ты играешь, понимаешь, что вся твоя надежда тут только на то, что враги, видимо, зная об убогости боёвки, в какой-то момент просто забивают на тебя и отходят, давая тебе шанс их атаковать. В итоге вы просто спамите друг друга однообразными атаками. И нам просто остаётся надеяться, что враг будет тупить больше нас. Вот тебе и вся видео, посвящённого боевой системе Смуты. Какая-то работа над боевой системой всё-таки была проделана. Но она не работает. Вот вообще, она изначально плохо задумана. А потом ещё и плохо реализована. И если остальную игру я ещё могу понять, что там кто-то защищает. Типа, ну да, местами не очень, но вот графон в целом-то нормальный. Ну, может быть, там сюжет будет интересный. То если кто-то будет здесь защищать вот такую убогую, сломанную, душную, скучную, незрелищную боёвку, ну, я просто не знаю, какой-то новый уровень говноеста тут должен быть. Я крайне сомневаюсь, что боёвка на релизе изменится. И я уверен, что все те, кто всё-таки будут играть в Смуту, а я вот буду, потому что у меня работа такая, будут страдать от этой боёвки на протяжении всего прохождения. Поэтому обязательно подписывайтесь на Твич, чтобы посмотреть вживую, как я страдаю в Смуте. В день релиза, 4 апреля, мы обязательно пойдём играть. Очень вас всех жду. Также подписывайтесь, конечно же, на телегу, чтобы не пропускать анонсы о видосах и стримах. Ну, если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны, пишите обязательно комментарии, что вы думаете по поводу вот этой замечательной боевой системы. Буду очень сильно вам благодарен. А на сегодня это всё. С вами был Мародёр 120 Гигабайт. Жёстких всем респектов. Йоу! Субтитры подогнал «Симон»